Всем добрый день! Вы на канале Таша Майская. Вот такой у меня для вас сегодня на столе специально собранный винегрет, чтобы рассказать о достаточно популярном дизайне от Lavender and Lace, Angel of Love, LL, номер 25. Здесь собраны на столе все используемые материалы. Ниточки DMC и два вида крейника. Один представлен в одном экземпляре и второй в двух одинаковых штучках. Ниточка DMC в двух катушках, шесть видов бисера. Можно посмотреть на ключ поближе. Вот так это выглядит. Схема классическая на одном листе. Сейчас кадры все, конечно, не помещаются, но исполнение получить можно. Еще к DMC, если не ошибаюсь, 29 цветов. Покажу их тоже поближе. У меня развешено на органайзер, я вышиваю по значкам. На каждый значок своя иголочка. Сейчас можно увидеть, что какое количество цветов на сегодняшний день я уже успела попробовать. Покажу с этой стороны. Такая нехитрая комплектация. На сегодняшний день я успела попользоваться ватшиве уже многими материалами, в основном, кроме бисера. Бисер я оставила на самый конец. Вот этот знаменитый ангел. Покажу поближе крейник. Одна катушечка. Это номер 0052, 50 метров. Крейник, металлик, блендинг филминг. Попробуем показать. Он похож на дождик в каком-то смысле. И второй вид крейника. Это файл номер 8 брейдс, номер 0,27, 10 метров. Вот этой ниточкой очень приятно нашивать. Она такая толстенькая. Если еще не пробовали, то попробуйте. Мне кажется, должно вам понравиться. Ниточка DM7 284 Z. Она классически всем не нравится. Многие ее изменяют на блендинг филамент. Но я этого делать не стала. Пока что как-то справляюсь с ней. Бисер. Бисер Mill Hill. Он здесь расфасован по пакетам. 0,275. Он такой розоватый, с отливами. Внутри, наверное, немножечко потемнее. Дальше достаточно классический золотой. 0,557. 0,221. Такой коричневый, с небольшим блеском. Желтовато-золотистый. 0,2011. Еще один коричневый. У нас уже так посерьезнее и потемнее. Бронзово-коричневый. 0,0330. И такой, как я его называю, с отливами, измененными на шкуре. 0,3036. Такой несколько павлийный цвет. Зеленый, с отливом, наверное, фиолетовый, желтый. Ну, в общем, тут каждая бисеринка отливает в свой цвет. Можете видеть уже часть отшила. Сейчас я тут все освобожу. Покажу поближе. Пока буду рассказывать. Отшив идет на линии Пермин. 28-го каунта. Цвет 0,7615. Он, наверное, такой кремово-кофейный, с небольшим золотистым отливом. Очень приятный. Если вы любите шить на льне, то, конечно, вам тоже должно понравиться. Он, видите, такой достаточно прозрачный, но плотный. Я не стала убирать свои закрепки. Он держит немножко форму. Но вот так вот, если мять, он так... Видите, даже заломы образуются. То есть он такой жестковатый. Сейчас вы можете видеть часть платья. С нижней части юбки. Отшита DMC и крейниками. Сейчас показываю поближе. Корсет юбки. Рукав от платья. Начало воротника. Такая шея, около шеи. Но и крыло тут, наверное, не нужно здесь снять. Очень приятно вышивать. Очень в каком-то смысле простая схема. Такая логичная. Через равные промежутки. Вышивается приятно, легко. Очень красивый результат. Большие запасы. Останутся со всех сторон. Поэтому, я думаю, что он будет таким воздушным и очень-очень красивым. Крыло, конечно, шикарное. Сейчас оно почему-то привлекает больше всего моего внимания. Такое ажурное, ажурное. Вот как чувствуете, да? Есть сходство. Но вот эти пропуски заполнятся другим оттенком мулина. Сейчас отшит белый и немножко кремового. Который, наверное, сейчас не очень хорошо виден. Но он там есть. Я все вспоминала, что же, с чем же у меня ассоциируются эти цвета. И такие они волшебные. Это золото с голубым, синим, с темно-коричневым, с бронзой. В общем, совершенно потрясающее и неизбываемое сочетание. И, наконец, вспомнила, что, когда я последний раз была в Эрмитаже, очень много времени провела в золотой гостиной Марии Александровны. Сейчас я вам покажу несколько картинок. Думаю, вы со мной согласитесь. Вот, посмотрите. Конечно, когда смотришь на фотографии, это совершенно не то, как это выглядит вживую. Здесь, кажется, наоборот, много золота. Но, на самом деле, когда находишься внутри помещения, ты глазом не выхватываешь полную эту картинку. Тебе достаются только кусочки. И когда смотришь на это сочетание потрясающих бирюзовых голубоватых портьер, они украшают двери и окна этой гостиной. Сочетание цветов просто незабываемое. Конечно, не самые лучшие фотографии, но я думаю, вы по этим кадрам сможете понять, о чем я говорю и с чем у меня проассоциировались эти цвета. По-моему, очень красиво, очень роскошно и совершенно неизбываемо. Сказать, что это красивая, изящная, знаменитая работа, наверное, сказать ничего. Многие вышивальщицы ее ушивают или планируют вышивать какое-то время назад. Это было прямо must-have, вышить ангелы любви. Мне кажется, что любовь должна быть в каждом доме. Неважно, сколько раз вышивался понравившийся вам дизайн, главное, чтобы он оказался у вас и вас радовал. Я как-то так к этому отношусь, немножко прикует. Зато можно посмотреть количество, примерно 7 номера. Ну что же, наверное, это все, что я сегодня хотела вам рассказать. Если еще раздумываете, то не раздумывайте, начинайте. Мне кажется, что удовольствие от этого процесса, как и результат, вас не разочарует. По крайней мере, я до сих пор нахожусь в большом предвкушении. Получаю только положительные эмоции от отшива. Что, в общем-то, неудивительно, так как дизайн очень и очень известен. Ну что ж, до следующей встречи. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok